Добрый день! Мы снова вместе после майских праздников в студии Екатерина Абрамова. Мы расскажем сегодня о том, что же произошло на этой неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Способности у детей разные. Одни учатся легко, другие не в состоянии освоить насыщенную школьную программу. В поисках золотой середины наш корреспондент Ксения Крихели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передаем задней парке традочки. Кто не успел, доделывайте, Дима. Слава на Татьяну Порсеву обрушилась внезапно после того, как против нее возбудили уголовное дело. Такого поворота ничто не предвещало. Обычная учительница начальных классов. Каждый день, как и последние 36 лет, ходила в школу, проводила уроки, задавала детям домашнее задание. Убираем русский язык, даем книгу для дополнительного чтения. Но большой скандал. В школу с инспекцией нагрянули министерские чиновники. Высадился десант журналистов. Для них дети уже в который раз встают в круг. Здравствуйте! Желаю доброго дня! Все началось с анонимного обращения в прокуратуру. Написали родители одной из учениц 1-го А. В нем говорилось, педагог задает слишком тяжелые задания. Продлевает уроки, сокращает перемены. Также ставит оценки. А еще проявляет жестокость. Сама обвиняемая письмо читала. И даже знает, кто автор жалобы. Тогда мне непонятно, как же мама всего 7 месяцев водила девочку в школу. И 10 суток со мной эта девочка была на осенних каникулах в октябре-ноябре в оздоровительном лагере. В этой элитной школе с углубленным изучением иностранного Татьяна Порсева работает четверть века. Здесь она на хорошем счету. Ее действительно знают как строгого, но справедливого педагога. И что по издевательству над детьми, об этом здесь слышат впервые. Контроль ведется прямо из кабинета директора. Кабинет Татьяны Леонидовны также под видеонаблюдением находится. Запись ведется круглосуточно. Если у человека есть такая склонность, она рано или поздно должна была проявиться. К расследованию дела учителя подключилась уполномоченная по правам ребенка Челябинской области. Говорит, ситуация неоднозначная. Есть конфликт определенный. Не все родители поддерживают те методы обучения и воспитания, которые используют преподаватели. Впрочем, недовольных методами Порсевой среди родителей сегодня не так уж много. Говорить с журналистами они не хотят. Зато группа поддержки большая. Внучка только положительные отзывы о Татьяне Леонидовне. В школу идет с удовольствием. У меня не то что удивлена, а шок об этом происшествии. Но как так можно осквернить человека? Скандал докатился до Москвы. Национальный родительский комитет призван защищать детей и родителей. Но сейчас там на стороне педагога. С каким настроением можно приходить в школу, зная о том, что ты себя вот так вот отдаешь, даришь детям. Но ты прекрасно понимаешь, что в любой день к тебе придут чуть ли не с наручниками. Потому что вот здесь вот возбудили уголовное дело. Я считаю, что вот на тех, кто возбудил это уголовное дело, нужно на самих возбудить уголовное дело за превышение полномочий. В министерстве образования между тем с выводами не спешат. Ждут окончания расследования. Но настаивают, есть правила работы с первоклассниками. Их каждый педагог должен знать как отчин наш. Обучение первоклассников по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность урока к концу учебного года не должна превышать 40 минут. Обучение осуществляется без бального оценивания и домашних заданий. А теперь ваше домашнее задание – выучить стихотворение, которое вам понравилось, наизусть. Это тоже элитная школа. Только в Москве. Первоклассников жалеть здесь не принято. Восемь уроков в день. Письмо на простейшие навыки счета, которые требуют очень большой тренировки. Потому что навык, он только за счет тренировки и формируется. Это, соответственно, повтор, это постоянная работа. Правда, наряду с математикой и русским у школьников занятия по вокалу, сценическая речь, актерское мастерство. Придумал такую систему заслуженный учитель России Сергей Казарновский. Говорит, в строгости и творческой атмосфере формируется характер. Вчера пришел мальчику поступать в школу в пятый класс. На нем висела волторна, на нем висела скрипка. Потом выяснилось, что он еще играет в хоккей. И что, в своих наставлениях Екатерина II писала, никогда не держать детей в праздности. Это в 1708 в каком-то году. С Казарновским согласен писатель Денис Драгунский. И если предположить, что родители в какой-то момент не согласились с методами учителя, кляузов в прокуратуру не лучший способ решения проблемы. Если бы она действительно думала, что учительница садистка, мучает ребенка, тогда бы она в первую очередь этого ребенка забрала из школы, а уже потом пошла бы к директору школы и сказала, что такое безобразие творит. Тут написала письмо, а тут какая-то каша в голове. Между тем в прокуратуре уголовное дело в отношении учителя уже закрыли. А иначе ей грозило бы три года тюрьмы. Но точку еще ставить рано. Свое расследование проведут чиновники от образования. Ксения Крихелия, Александр Карев, Эдуард Абадзинский, Сергей Палько и Кирилл Маликов. Вместе Россия. Всего доброго. До встречи. Увидимся через воскресенье. Всего доброго. Вместе. Интересно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»